Ого! Слухай, а тебе иначе 20? Всякий тоталитарный режим пытается связать себя со славным прошлым. Например, Гитлер называл немцев потомками древних Ариев. Муссолини ссылался на наследство Великой Римской империи. А Путин возрождает то ли Советский Союз, то ли Российскую империю. Он еще сам до конца не определился. И всякий раз диктаторы переписывают историю под себя. Здравствуйте, меня зовут Константин Игнатчук. И сегодня поговорим о том, почему тоталитарные режимы пытаются эксплуатировать историю. А мои собеседники – политолог Николай Давыдюк, дипломат Руслан Осипенко и глава общественной организации Центра прикладных исследований Андрей Каракуц. А сперва разберемся, что диктаторы выискивают в истории. Почему тоталитарные режимы эксплуатируют тему истории? История – самый дешевый наркотик. И как раз-таки тоталитарные режимы, которые деньги воруют себе, нефть забирают себе, газ забирают себе, а населением классно манипулировать историей. Конечно, повезло населением стран, например, Ближнего Востока, новым странам, у которых нет глубокой истории. Были племена себе какое-то время и были, потом объединились государства, еще нечем манипулировать. Приходится платить Дубаю или Саудовской Аравии, даже не Саудовской Аравии, а объединенным Арабским Эмиратом, у которой не такая богатая история, как у некоторых других стран, например, как у Ирана, как у России. У них нет такой глубокой истории, тяжелее манипулировать. Поэтому приходится платить, давать хорошую недвижимость, хорошие машины, сотни тысяч долларов во время рождения ребенка. А у русских историй, Советский Союз, Русская Империя – все, что хочешь, все продавай. Поэтому они этим крутят, они этим манипулируют. И для них это самая дешевая манипуляция, которая только может быть. И об этом говорили все русские классики, это делали все русские политики, президенты. Ну и самое главное, что всегда нравилось русским политикам – переписывать историю. Не просто манипулировать и играть с историей, показывать ее в телешоу, в телеэфирах, а переписывать историю. Единственное, иногда получается очень смешной и парадоксально, Путин, который говорил, что Ленин слаб, Петр Первый не прав, Сталин был не такой. Говорит, я вам сейчас всем покажу. Вот сейчас нападу на Украину и завоюю ее за 2-3 дня. И ничего не вышло. А потом выходит журнал «Политика» и говорят «Лузер года». А вот это уже история. Потому что это как раз-таки то, что входит в отчеты, то, что потом входит в книги. Если будут вспоминать или не так, когда будут вспоминать 2022 год, на мировой арене спросят, кто же был самым большим лузером. Говорят, ну вот, Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Такое государство существовало в те годы. Сейчас его уже, увы, нет, скажут в будущем. Ну, они используют это для того, чтобы, первое, обосновать свою власть, как легитимную, легитимизировать свою власть. И легитимизировать какие-либо захваты для внутренней аудитории, так сказать, и для внешнего контура, для аудитории на внешнем контуре. Вот точно так же сейчас, получается, использует Путин историю в своих целях, говоря о том, что он не завоевывает Украину как независимое государство, а он возвращает земли. Ну, сравнивает себя с Петром Первым, там обращается к историческим параллелям, что мы вернули АЗО, мы сейчас возвращаем всю территорию Украины. Это все наше. Мы не завоевываем, мы возвращаем. Вот с такой целью вот эти державы и используют историю. Поэтому на самом деле это очень опасная штука, если начинать листать страницы истории назад, находить там какие-то параллели и обосновывать те или иные действия свои в современности. Это в первую очередь обоснование своего правления. Это так называемый государственный миф, на котором строится система власти, лояльности по отношению к власти, что природа этой власти является легитимной, что это не узурпатор, это не какой-то временный захватчик, это лидер, который правит на основе либо преемственности, либо на основе какой-то всеми признаваемой основы власти. Ну и в данном случае Путин и Кремль в целом, они как раз и видят исторические аналогии, как обоснование для того, чтобы продолжать захватническую политику. И на вот этих как раз имперских настроениях пытаются сохранить свою власть, пытаются постоянно расширять границы государства. И это очень удобно, потому что таким образом можно легко объяснить, почему население живет плохо, почему не поднимаются жизненные стандарты, не происходит каких-то там рывков в развитии, потому что Россия, она страна, которая столкнулась с несправедливостью, она потеряла свои бывшие границы, и вот теперь мы находимся в процессе великого восстановления этих границ, но нам нужно до этого немножечко потерпеть. То, что терпеть придется десятилетиями, а может даже столетия, про это никто не говорит. У России был уникальный шанс. В начале 2000-х, когда повысились цены на нефть и на газ, доходы от этих только ресурсов, они превысили 4 триллиона долларов. За эти деньги Россия вполне могла построить общество среднего достатка, которое бы достаточно эффективно могло развивать ту территорию, которая уже есть у Российской Федерации. Сейчас мы видим абсолютно другую картину. Россия, как империя, она состоит из нескольких территорий, если говорить об условном центре, в Москве, там еще нескольких регионах, они живут, их уровень жизни приблизительно равен, скажем так, среднеевропейскому, возможно, там уровню жизни той же самой Португалии и Греции. Остальные регионы, они живут на уровне стран Африки. То есть это регионы, в которые, мало того, что постоянно требуют субсидии из федерального центра, они не имеют никаких перспектив развития как раз из-за вот этой ресурсно-ориентированной стратегии развития России, продажи ресурсов имеется в виду. И никакого будущего при подобной ситуации у них не будет. И сейчас Россия как раз и обосновывает, что если будет происходить распад России, то все эти государства, они будут настолько бедные, новые государства, настолько неорганизованные, со слабыми институциями, что они сразу станут вот этими failed states. То есть поэтому нельзя Россию, чтобы она распадалась, именно потому, что это приведет к такому глобальному кризису, как миграционному, так и ядерному, и так далее, и так далее. То есть сама ошибочная политика российского руководства привела к тому, что это государство, оно не является функционирующим. Оно может функционировать в режиме вот такой мобилизации, которую сейчас затеял Путин, военная мобилизация имеется в виду, но долго это продолжаться не может. Пытаются ли режимы через историю получить легитимность? Да, некоторые связки они пытаются делать, но в то же время достаточно сложно, потому что, если говорить о Советском Союзе, 15 государств. Вот армия Советского Союза, 15 государств, менеджмент которой принадлежал практически полностью Украине. И когда говорят, что вот мы там, значит, сделали, а что вы сделали? Что-то придумали, нарисовали, да, или это, да, историю переписали, мы очень молодцы. Или, например, когда они говорят, что они освободили Болгарию. Ну, давайте посмотрим, половина тех войск русских, которые освобождала при царе Болгарию, половина из них была набрана с Полтавской губернии, Слобожанской губернии, с Одесской области сегодняшней, да. Ну, вот по мне освободили русские. Поэтому, да, в переписывании истории они сильны, но в творении истории не так сильно. Плюс очень часто мы видим, что как раз-таки попытки связать себя с прошлым, они тоже выглядят достаточно смешно. Но вот я думаю, что Путин и его войска самое яркое этому доказательство. Но в то же время все равно они эти попытки не бросают. Тем более мы видим, что Путин увлекается историей. То он с этим директором радио Газпромовского эхо Москвы обсуждает, как ему войти в историю. То с Ковальчуком закрываются два мужчины на даче и там полгода сидят вместе. Пьют водку, едят икру, обсуждают историю. Поэтому, конечно же, как человек, плохо учивший историю в школе, он пытается наверстать это сейчас. Ну и делать эти вот трюки с историей переписывания, соединения истории, пускания корней. Но в этом, мне кажется, ничего здравого нет. Оно редко приживается. Сколько бы ты сериалов, фильмов не снял, оно все равно как бы частью мировой истории не станет. Как Путин обосновывает войну против Украины с исторической точки зрения? Причина войны между Украиной и Россией это непризнание России и права Украины на существование как независимого государства, отдельного. То есть в сознании у московской элиты и у Путина, в частности, не прошло водораздела, что в 91-м году прошло разделение, распад Советского Союза, появились новые государства, которые признаны в ООН, которые имеют свои границы, и так далее. Он живет старыми реалиями и хочет вернуться назад в будущее. Для того, чтобы обосновать свою абсолютно авантюристскую политику, которая имеет смысл действительно в 21-м столетии, приводятся вот такие аналогии. Вспоминается Петр Первый, потому что именно он построил Российскую империю и как раз тут очень хорошо эти отсылки вложатся в трек колониализма. Почему? В целом распространение государства, захват новых территорий должны быть обоснованы какой-то миссией. В данном случае Путин, его комари, они берут на себя своеобразную цивилизационную миссию, рассказывают про распространение русского мира, про защиту русскоязычного населения, про то, что Россия должна быть великой, огромной страной, то есть отдельной цивилизацией. И вот как раз под личиной распространения цивилизации осуществляется вот эта имперская политика. Давайте посмотрим, что делает Россия на захваченных, на оккупированных территориях. Благодарю, у нас есть пример территории Донецкой и Луганской области, которые были захвачены Россией в 2014 году. Сразу же полностью запрещается преподавание на украинском языке, меняются все учебники, меняется школьная программа, меняется полностью информационный фон и распространяется, по сути, эта имперская идеология для того, чтобы уничтожить среды как раз украинской идентичности, насадить российский вот этот цивилизационный как он называется, генотип, я не знаю, как это правильно, но в целом политика везде приблизительно одинаковая и в 2022 году Россия продолжает делать то же самое на новозахваченных территориях, то есть ничего не меняется и вот эти как раз шаги, да, это является доказательством того, что это колониальная война, война связана главной целью которой является захват территорий, захват населения и распространение туда на них идеологии как раз страны-захватчиков. Для того, чтобы обосновать это, зачем это нужно делать, поэтому и приводятся различные исторические аналогии и дело в том, что как раз российская история остается построенная на имперских мифах, да, и поэтому населению как раз с помощью таких аналогий легче всего объяснить, зачем это вообще все делается. Пытается, но кроме него это никому непонятно и неинтересно. Все понимают, что это бред не престарелого 70-80-летнего мужчины, у которого большие проблемы в личной жизни, у которого большие проблемы в политике внутри государства и который хотел реализовать маленькую быструю войну, который бы прилепился к большим войнам своих предшественников, к Сталину, к Петру, но он хотел маленькую войну, не вошел и утонул. И все, и на этом история закончилась. Вот, конечно же, он хотел бы переписать будущее, он бы хотел переписать прошлое, но нету сил. Для того, чтобы вершить историю, нужны реально ресурсы, и нужна большая идея, а в России нет идеи. В России, ну, в Советском Союзе была левая идея, Российская империя говорит, мы освобождаем земли от османов. Мы их тоже завоевываем, как османы делали, но будем говорить, что мы вас освобождаем. Вот, это часть стран Кавказа, часть Балканских стран. Но в целом, а о чем Россия? Какой альтернативный путь, о котором говорит Путин, она предлагает, ну что, коррупцию, Абрамовича, Дерипаску, Потанина, Лысина, ну, никого же нету, непонятно, вот о чем эта история. Даже Китай предлагает некую идеологию, мировоззрение, Китай предлагает там свои соцсети, что Россия предлагает. Индия говорит, вот мы вот тут так делаем, тут так, тут так, вот Штаты говорят, вот наша поп-культура, даже Южная Корея, которая там в 15-ти больших экономик, ну типа по масштабам уступает России и по ресурсам, но тем не менее она работает, она продает свой кей-поп, она продает свою музыку, она на глобальном уровне, фильмы побеждает. В чем побеждает Россия? Поэтому ему нечего предложить, ему нет ни идеологии, ни философии, самое главное, ни ценностей. То, что говорит Путин, он действительно в это верит? Да, есть часть вещей, в которые он уверовал, понимая сначала, что это была неправда, но он как-то умный, мудрый политик и понимает, что в ложь надо поверить и нести флаг этой лжи вперед, чтобы другие поверили и шли за тобой. Да, где-то там миллионами люди отпадают от этих версий и теорий, но тем не менее, в целом они в какие-то вещи верят. Вот, но в то же время мы видим, что есть вещи, которые он прямо врет и сам не верит, дико не верит. Если посмотреть предыдущие пресс-конференции, вот в этом году ее не будет, кстати, а если смотреть предыдущие, то там четко видно, когда ему даже неинтересно, когда он сам говорит. Хотя он очень самовлюбленный, себя он слушать любит очень сильно. Но вот там прям чувствуется, что ему вообще неинтересно. Вот просто, он далеко мыслями уходит от того, что говорит, он же этого даже не воспринимает. Ну или, например, эти профанские попытки войти, ну не войти, а пересказать историю, когда он заходит и там говорит, ну вот Петр там Латгалию типа пытался завоевать, что-то у него не получилось, но мы придем, вернемся. Потом такой думает, правильно регион назвал, неправильно регион назвал. Или там, вот Украину создали примерно вот в таком, между 11 и 21 веком. Ну неплохой люфт у вас в тысячу лет. Вот и так очень много. Поэтому история это тонкий лед, где он себя чувствует очень неуверенно. Он более уверенно себя чувствует там в нарушении прав человека, в коррупции, в убийствах, в введении денег на офшоры, в яхтах, которые делают немецкие верфи, голландские верфи. Он хорошо тоже знает, как они делают хорошие яхты по блярду, по 600 миллионам, по 700 миллионам. Вот это он очень хорошо знает. Как продать нефть, как обойти санкции. Вот здесь он идеально может рассказывать. А вот история у него хромает. Он реально ее плохо подучил. Плюс есть вещи, которые он учил как идеологию в советское время как шпион, где нужно было зазубрить линию партии. А есть вещи, которые они подводку в кругу олигархов, чиновников обсуждали. И вот очень часто этот политический, идеологический угар он использует как официальную версию и как официальные источники правды для себя. Ну вот он в них поверил, но это чисто застольные алкогольные разговоры. А даже много вещей фактажных, которые лежат в Кремле, а у них много фактажа, да, это же со всех республик свозилось, он не верит. Ну что, он не знает, что Сталин руками делал голодомор и убивал миллионы людей. Ну знает. Хочет ли он в это верить? Нет, не хочет. Он считает, что это Сталин зачищал территорию, чтобы потом можно было на них нападать и можно было туда подселять русских. Ну вот в такую версию он верит, а на все остальное он смотрит совсем по-другому. Факты вещь упрямая. Каждый раз, когда диктаторы пытаются эксплуатировать историю в своих целях, они сталкиваются с неизбежной проблемой. Далеко не все события прошлого были такими, как им хотелось бы. В результате, в целях пропаганды историю редактируют и даже переписывают. Почему российская власть буквально переписывает историю, включительно со школьными учебниками, вплоть до криминального преследования тех, кто не согласен с кремлевской интерпретацией событий? Потому что они боятся перестать быть титульной нацией в своей империи, потому что они в гостях у тюрков. Они не должны править в России, должны править, как я сказал, тюркские народы. Это их наследие, это наследие Золотой Орды. А они не наследники Золотой Орды. Им не по праву, им не принадлежит эта империя. Просто воля и судьбы так сложилось. Они стали сильнее в какое-то время. Орда между собой, междоусобные войны были, она развалилась на несколько улусов, воевали, которые между собой эти улусы. Ну и центр сместился фактически в Москву. Поэтому они просто перестанут быть титульной нацией. Тогда поставят вопрос, а почему вы сидите в Москве, руководите, используйте все финансы, все ресурсы этой империи. Мы должны, мы другие, тюркские народы, мусульмане, должны сидеть, руководить в Москве, использовать эти все ресурсы и так далее. А куда тогда деваться им? У них нету земель, у них нету государства своего, вот как Беларусь. Если бы у них было маленькое государство, там какое-то, Московия, да, можно было бы там в пределах Золотого Кольца какого-то организовать свое там русское государство, например. Но его нету никогда, потому что они эксплуатировали другую империю фактически. Они ну, приживальцы такие, понимаете. Поэтому они теряют все. Если, а почему молодежи уделяют? Потому что молодежь это будущее империи, это фундамент, это клей империи. Если все заучат постулаты, что это православная значит империя, что россияне титульная нация, они все делают для других народов, они более развитые, более цивилизованные, они несут свет, просвещение, мы как Римская империя, мы Третий Рим, там защищаем православие. Вот эти догмы им значит вбиваются в голову с раннего детства. фактически на этих легендах, на вот этом обмане и существует и держится эта империя. Поэтому они очень боятся, когда открывают источники исторические, когда приводят им факты, показывают карты, где не существовало, где Московия там государство, которое меньше там, я не знаю, чем Киевская область нынешняя. Поэтому они этого всего боятся, потому что они все теряют. То есть разрушается вот этот миф, который веками выстраивался. Екатерина с силой выстраивался, Петр выстраивал, потом Екатерина с силой выстраивала это все дело. Они даже уничтожали исторические книги, вплоть до церковных книг из сел. Собирали книги церковные для того, чтобы не было упоминаний вообще никаких исторических, чтобы невозможно было провести параллели, чтобы когда-то здесь было государство, что что-то здесь вообще там происходило и так далее. История в данном случае служит режиму и это уже, да, это уже никакая не история, это обычная пропаганда, цель которой это продолжать навязывать вот эту ложь о вообще природе власти в Российской Федерации, о том, почему эта страна развивается подобным образом, а не другим, не пошла по пути демократизации, не пошла по пути быстрого технологического развития, да, вместо этого осталась довольно отсталой и очень, скажем так, низкоразвитой страной по сравнению со своими соседями, с той же самой, с теми же самыми странами Европы и как ни странно с тем же самым Китаем. И вообще вот Российская империя, она в целом является парадоксом, почему? Потому что действительно многие ее колонии могут жить лучше, чем метрополия, ну, кроме самой Москвы имеется в виду. И вот эта ее особенность, да, она как раз и позволяла России долгое время контролировать некоторые территории. Но они также впоследствии уходили, почему? Потому что понимали, что сами по себе они могут достичь гораздо большего. В случае с историей, да, здесь как бы все понятно. Россия, если мы посмотрим то, что Россия делает в 2022 году, уничтожает целые города, вырезает фактически всех несогласных, насильно вывозит детей, которых отдают приемным родителям. Все это Российская империя и Советский Союз, они делают это все на протяжении тех столетий. Для того, чтобы не показывать настоящую картину, как присоединялись новые территории, вот рассказывается такая какая-то сказочка про то, что все радуются России, все приветствуют русское оружие, российская армия самая лучшая и так далее. То есть все это просто нарратив, который пытаются продать и показать как правду. Какие последствия может иметь для России системное искажение истории? Рано или поздно придется эту историю переписывать, убирать все эти имперские мифы. Вообще будет в целом попытка разобраться, что пошло не так, почему пошло не так, что можно сделать, каким образом Россия может развиваться альтернативным. То есть будет попытка поиска какой-то новой идентичности для России. Вот как раз этот процесс будет достаточно сложный. Почему? Потому что если брать периоды, когда вообще был какой-то пересмотр истории, например, конец 80-х, 90-х годов 20-го столетия, то это сопровождалось очень большими скандалами внутри российского общества, подвергались сомнению исторические факты, и вот как раз тогда и возникла идея, что нужно максимально ограничить эту возможность факт-чекинга, возможность действительно объективного информирования населения о том, что происходило в истории России. И вот такое открытие, если оно будет происходить, то безусловно это будет большое потрясение. и как раз это будет в первую очередь удар по легитимности вообще не то, что всей российской власти, всей российской системы управления, всей вертикали общества, как строятся взаимоотношения. То есть это будет очень сложный процесс, который потребует, я думаю, не одно поколение для того, чтобы изменить вообще мышление, изменить понимание того, какой Россия была и какой она может быть. Как людям отличить реальную историю от манипуляций? Надо смотреть первоисточники, постараться, я понимаю, что у людей нет времени, нет желания, но хотя бы постараться почитать больше трех-пяти источников разных, желательно европейских. Очень много пишут европейцы, писали. Европейцам все равно, что происходило на этой территории. Они считали это все варварская территория, заметки писали дипломаты об этой территории, там описывали как-то. Почитать первоисточники, почитать какие-то летописи, посмотреть, посмотреть записки дипломатов, которые тут были, присутствовали на этой территории, посмотреть карты исторические. В крайнем случае, если человек не хочет читать, он может просто открыть и посмотреть старые карты, что, где, как, где было там княжество литовское, на каких землях, где было княжество, где была Русь, на каких территориях, и так далее. Поэтому без Украины, без украинской настоящей истории Руси, где сейчас государство Украина, не будет просто этой империи. Поэтому они боятся остаться без корней. Это как дерево подрезать корни. Забери историю настоящую Украины, забери Киев, и все, и империя развалится. Нужно читать источники и не читать их на русском. Потому что русские книги, вот редактура, она очень сильно подвергалась цензуре, и очень редко вы найдете истинную правду. Даже русская Википедия, это просто засилие русских ботов, вот эти все фермы, они все пасутся там. Читайте мировых классиков, читайте историю реальную, которую писали две стороны хотя бы. Не надо читать то, что писали на Западе, читайте две стороны. И вот Украина сейчас сегодня только начинает писать свою историю. Мы понимаем, что все, что писалось в прошлом веке, когда издавалось очень много книг, оно писалось как раз таки под дулом КГБшного пистолета. И вот то, что писали там советские историки про Украину, не совпадает с тем, что пишет, например, украинские историки с Гарварда Сергей Плохий, Брама Европы, Ядерное бешенство. Там очень много книг, Красный След, вот очень много книг, где он раскрывает очень большие глубокие вехи украинской истории, показывает правдивость, ту, которую пыталось зачищать КГБ в архивах. Он это показывает, покрывает очень много других украинских историков, очень много западных историков пишет про Украину, им тоже это интересно очень стало. Снова же соседние государства начали писать сейчас их посольство в Украине выпустило интереснейшую историю, история Финляндии, государства. Да, они говорят, были в Русской империи, были в Шведской империи, но мы независимое государство вот так ходили, так смотрели. Но это наша история, не так, как Советский Союз говорит нам. И они об этом говорят. Поэтому я думаю, что историю, ну снова же, есть много источников. В Украине тоже часто бывший министр экономики говорит, да, можете не читать книги, посмотрите фильм. Но этот фильм должен быть с источниками, с именитыми авторами, с людьми, которые не врут и не переписывают. Потому что если этот фильм по истории снимал Никита Михалков, то в принципе вы можете догадаться, кто там в конце побеждает, кто прав, и кто особенный народ, который напрямую общается с Богом. А если смотреть действительно большие имена, то вы можете узнавать много правдил. Итак, делаем тоталитарные режимы неизменно используют историю в своих целях. Через историю они пытаются получить легитимность своей власти, консолидировать вокруг себя людей и оправдать свои преступления. Отредактированная пропаганда история легко поселяется в умах людей, которым нравится чувствовать свою принадлежность к великому прошлому. Вот только веря и принимая ложь режима, толпа становится соучастником его преступлений. А за преступления всегда приходится платить. С вами был Константин Игнатьчук. Всего доброго.